Доброе утро, добрый день. Большое спасибо, что у меня есть возможность представить свой доклад, свой опыт на этом форуме. Особенно приятно, что вся эта история началась ровно год назад, когда у нас была первая в истории онкологических формах секция по образованию хирургической онкологии. Если вы помните, выступали несколько докторов, лидеры в российской хирургии Сергей Байдовой и Алексей Карачун. Когда их спросили, как они достигли своих высот, стало ясно, что роли систематического обучения в их достижениях практически нет никакой. То есть это исключительно было на личном энтузиазме и систематического образования в ординатории, в аспирантуре, и мы их этого не учили. Еще один доклад был от президента ЭСМА, который рассказал о системе подготовки кадров в Европе. И предложил интеллектуальную помощь в организации другого подхода к образованию. Сразу после съезда я познакомился с Ильей Фоминцевым, который набрал группу ординаторов для обучения для своего фонда. И после разговора с ним стало ясно, что он не очень хорошо понимает, как образовывать новых ординаторов и что с ними делать. И кроме обычной программы по онкологии он не мог ничего предложить. Алексей Михайлович Беляев предложил свой вариант обучения этих ординаторов. Ну, в общем-то, я тоже предложил, дайте мне их на год и посмотрим, что из этого выйдет. И вот сегодня как раз я докладываю, что вышло из нашего проекта. Итак, 8 человек были отобраны фондом Ильи Фоминцева, фондом профилактики рака. Они обучаются онкологии вне имени Петрова и проводят семинары раз в неделю по удаленной связи со мной. Я вам скажу, что интерес к унификации образования в хирургической онкологии, поскольку я хирург-онколог, я буду говорить про хирургическую онкологию больше. Интерес к унификации образования очень высокий в мире. И я готовился к этому докладу, и только в мае вышла вот эта статья про различные пути образования в хирургической онкологии по всему миру. У меня запланирована встреча с группой авторов этого движения. Суть сводится к тому, что неплохо бы унифицировать подходы образования в хирургической онкологии по всему миру, если это возможно. Потому что есть страны, которые накопили очень большой опыт в этом. И есть страны, у которых не структурировано образование в хирургической онкологии. Как я уже сказал, ординаторы прошли через фонд профилактики рака, отбор фондом, организованный фонд профилактики рака, и учатся в онкологическом институте имени Петрова. Основные идеи. Когда я спрашивал, что они хотят с самого начала наших занятий, ответ, в общем, был достаточно предсказуем и понятен. Они хотят стать хорошими докторами. Мой ответ на это, наверное, немножко их обескуражил. Мой ответ на это и все. Я сказал, мне это неинтересно на самом деле. Потому что на самом деле, по большому счету, вы ничем не будете выделяться, если будете просто онкологами, просто хирургическими онкологами или радиационными онкологами. Еще один профессионал, одним больше, одним меньше. Ничего не произойдет на самом деле. С моей точки зрения. То есть мне это действительно не совсем интересно. А что мне интересно? Мне интересует воспитать лидеров современной онкологии. Именно этому меня обучали, скажем, в феллешип, в специализации по хирургической онкологии в США. Совсем не обучали делать сложные операции или вести сложных больных. Это, в общем, был немножко пройденный этап. А вот в специализации по онкологии обучают немножко другому. Что значит быть лидером? Это развивать программу. Вы пришли в онкологические учреждения и вы создали какую-то программу. Или это программу скрининга какой-то онкологии, или программу строжевого лимфоузла. Ну, вы сделали что-то работающее, что-то новое. На хорошей медицинской основе, на хорошей онкологической основе. Это организация программ обучения. Только воспроизведя собственный опыт обучения, вы можете поддержать эту систему. И мы учимся организовывать научный процесс, то есть писать статьи, генерировать идеи. И вот это уже более интересный процесс. Ну и опять же, я просто воспроизводил собственный опыт обучения. Я, в общем, ничего нового здесь не делаю. Общий обзор нашего годичного занятия, это было первое занятие 19 сентября, введение в курс. Примерно два месяца ребята приходили в себя от этих занятий, потому что они были явно вне зоны своего комфорта. Мы провели 35 уже занятий, если они сами самостоятельные занятия 35 провели, то это 35. Это был живой семинар по общению с онкологическими больными, когда мы учились на примерах общаться с онкологическими больными в тяжелых ситуациях. Второй мой доклад будет именно об этом. Это в основном скайп-видеоконференции, которые проводились еженедельно. По субботам занимали 2 часа. И, в общем, им большое спасибо, потому что это для Санкт-Петербурга обычно 5 или 6 вечера. У меня это 9 и 10 утра. И когда у меня не было возможности провести субботнее занятие, я просил своих коллег меня заменить. Два занятия провел мой коллега по радиационной онкологии. И было два самостоятельных занятия, где ребята генерировали идеи для своей научной работы. Надо сказать, что обучение – это хорошо описанный процесс. И первое, о чем я говорю на наших занятиях, что врачи от Бога меня не интересуют. Потому что это совершенно неисследуемая вещь, и я не знаю, как ими становятся, но знаю, как становятся профессионалами по другой методике. Существует три составляющих профессионализма дидактически. Это мануальные навыки, в чем я им помочь совсем практически не могу. Это навыки принятия онкологических решений и навыки общения. Общение с пациентами, общение с другими докторами, с коллегами. И вот принять решение в общении я сосредоточил в своей деятельности. Методы. Методов тоже три. Дидактические методы – это чтение книг, лекции, семинары, вебинары. Самое бесполезное, что может быть в обучении, кстати. И самое легкое, наверное, для нас, как для учителей, пытаться донести через эти методы наш опыт. Современная педагогика сосредотачивается на других двух важных моментах. Первое – это обучение других. То есть очень скоро пойдет второй набор. Мы будем заниматься с двумя уже годами клинических координаторов. И я очень надеюсь, что у меня получится научить ребят старшего года обучать других. Потому что это, во-первых, амплифицирует саму систему обучения, а во-вторых, это бесценный опыт обучения самому. И это выполнение научной работы. И научная работа – это не открытие, которое представляется Нобелевскому комитету. Это тяжелая, нудная, но хорошо структурированная работа, каждодневная. Когда ребята приобретают опыт и ведение научной работы, и по-другому они начинают принимать клиническое решение. Что бы я, наверное, у всех уже утомил, без вообще конкретных примеров, вот я расскажу, как примерно происходят наши занятия. Самый частый формат наших занятий – это формат журнального клуба. Дается статья на чтение, и потом обсуждается. Вот эта знаковая статья по меланоме – это статья 2006 года, до сих пор очень актуально, отменно написана, и написана лидерами в мировой экологии, не только в меланоме. Всего у нас заняло 6 часов обсудить поверхность на эту статью. Начали мы с биологии и принципов лечения меланомы. То есть что такое меланома, как она классифицируется, как лечится. Ну, в общем, то, что написано в учебниках. Далее мы прошли по основным клиническим исследованиям. Это в основном исследования по границам резекции, по профилактическим удалениям лимфоузлов, исследования краев резекции. То есть такое обычное лекционное изучение материала. Потом мы углубились в детали этого исследования. Основная гипотеза этого исследования, что биопсия сторожевого лимфоузла ведет к улучшению выживаемости, повышению выживаемости, если быть точным. Если совсем быть точным, повышением disease-specific survival. За мной ребята очень следят, чтобы я точно выражал свои мысли. Вывод из этой статьи был совсем другим. Немедленная лимфодисекция ведет к улучшению выживаемости по ретроспективному анализу сабгрупп. Может быть, это совершенно не очевидно при быстром беглом прочтении этих строк, но это совершенно две разные вещи. Что сама биопсия ведет к выживанию и немедленная лимфодисекция ведет к выживанию. И стал вопрос, как мы отнесемся к результатам этого исследования. Это один из самых интересных моментов нашего занятия, как применить данные. И первый ответ, в общем, никак. И, в принципе, весьма ожидаемо, и это нормально. И, в общем, так происходит во многих лечебных учреждениях. Надо сказать, этот небольшой квиз был, в общем, пятиминутным. Я дал три минуты на фактические размышления, и каждый вставал и давал свою оценку. Итак, как применить данные этого исследования? Никак. Была идея, что это исследование однозначно показывает, что после положительного строжевого узла лимфодисекцию надо выполнять, поскольку это улучшает выживаемость. Опять же, не совсем так, но это хорошая идея и хорошее руководство действию для данного лечебного учреждения. На самом деле, так приняли это на вооружение в Соединенных Штатах Америки. Это стандарт лечения меланомы в Соединенных Штатах Америки. То есть, в общем-то, хороший вариант. Не предлагать сторожевой лимфоузел, биопсию сторожевого лимфоузла, поскольку это не ведет к никаким улучшениям выживаемости. И, в общем-то, на этот путь встала в Великобритании, у которых недостаточно средств в здравоохранении. И, в общем, тратить время и деньги на тот метод, который не работает, не показал данных выживаемости. В общем, у них нет возможности. И третий вариант – сделать дальнейшее исследование. Это все сами ребята делали. Я тут вообще только наблюдал за этим. И третий вариант – это провести дальнейшее исследование. И тут же мы набросали выборку, мы набросали рандомизацию, как это должно происходить. И на самом деле именно так поступили авторы этого исследования. И сейчас проходит набор данных, сбор данных исследований СМЛТ-2 по рандомизированной исследованию, что делать с больными с положительными лимфоузлами. То есть за пять минут и с предыдущей работой, с предшествующей работой мы сделали знаковые выводы, которые делают целые онкологические общества. Кроме того, мы, естественно, обсудили, что такое стражевый лимфоузел, что должен знать и уметь патолог при этом, какая разница между стражевым узлом, например, меланомией и ракой груди, что надо требовать от учреждения, чтобы поставить эту методику на поток, и, естественно, как образовывать коллег, что делать с принятием решения при положительном лимфоузле. То есть все это мы также проговаривали. То есть, в принципе, я надеюсь, что ребята готовы в то учреждение, где они будут, уже поставить эту методику достаточно на хорошем уровне. Сложности. И тут мне нужна, в общем, и помощь зала, и помощь всех, кто может помочь. Все-таки это удаленный метод обучения, и в медицине с этим большие сложности. Все-таки никогда не заменит обучение один на один. Очень сложный переход от феноменального подхода обучения, который принят большей частью в России, на научный метод обучения, который принят на Западе. Я не знаю, какой лучше, но я как раз обучаю научному методу. Что это такое? Например, ребятам раздали учебники Давида по онкологии. И первое, что я услышал, это жалобы, что этот учебник читать невозможно. Почему невозможно? Потому что в главе по раку желудка там никто не говорит, что рак желудка надо лечить тем-то, тем-то и тем-то. Там говорится, что по поводу рака желудка были проведены столько-то исследований с такими-то критериями отбора, получены такие-то данные, если делать это, получены такие-то данные, если делать то. А что делать тебе, это ты решай сам. То есть вот это моя интерпретация научного метода. Именно так мы и подходим в нашей работе, образовательной работе. Ну и образовательная база совсем другая, нежели чем я привык, обучая резидентов в своем госпитале. То есть мне не совсем известно, что знают, а что не знают ординаторы. Более того, я больше привык обучать фэллоуз, это те, которые уже прошли пять лет обучения по хирургии, то есть у них совсем другие навыки, совсем другие знания. И я не всегда понимаю, понимают ли меня ординаторы, когда я объясняю с моей точки зрения очевидные вещи. То есть у меня большая проблема с этим. Кстати, о общей длительности обучения. Эта же статья, с которой я начал, посмотрела зависимость, длительность обучения хирургов и онкологов от благосостояния страны, которая измеряющаяся в единицах HDI. Что это такое для данной лекции все равно, в России 0,8. То есть это высокий уровень экономического развития, считается. И посмотрите, что самая страна с самым небольшим количеством лет, которое нужно для того, чтобы стать хирургическим онкологом, это Таджикистан. Я не знаю, почему его в Европу отнесли, но 9 лет в Таджикистане учатся, чтобы стать хирургом-онкологом с момента поступления в медицинский институт. Как вы догадываетесь, скорее всего, Россия в это исследование не попала. Вот это длительность образования хирургической онкологии после института. Большинство стран с высоким уровнем экономического развития требует 5-6-летнего образования по хирургии и плюс 1,5-2 года специализации по онкологии. И вот общая тенденция зависимости длительности образования после мединститута по онкологии от экономического уровня экономического развития. Опять же, Россия где-то 0,8, HDI 0,8. Ожидается, что большинство стран с таким развитием как минимум 5 лет нужно для того, чтобы выпустить хирурга-онколога. Еще какие сложности возникли у меня? Это смешанная по специальности группа. Там есть и онкологи, и хирурги, будущие хирурги, и онкологи, и будущие детские онкологи. Я имею очень поверхностное представление о детской онкологии. Хорошая база по онкологии, но деталей совсем не знаю. Единственное, в чем я хорошо разбираюсь в плане обучения, это хирургическая онкология. То есть у меня с этим свои сложности. У ребят полный разрыв реальности, с реальностью, конечно. Те методы принятия решения, которые я им преподаю, не совсем подходят для российских реальностей. И опять же, я не знаю, что с этим делать. Теория процесса говорит о том, что если нет подкрепления извне, то этот процесс не работает. Я, наверное, на себя это проверю еще раз, и скорее всего будет шишка. Дело в том, что в своей практике по обучению, когда меня учили, то учебное принятие решения, которое мы делали на семинарах, проводили на семинарах, то, в общем-то, выйдя в операционную, то и происходило в операционной. То есть разрыва никакого не было. И самое последнее, это поддержка проекта. То есть это чисто, скажем, проект на энтузиазме, прежде всего на энтузиазме ординаторов самих и Алексея Михайловича Беляева и Фоминцева, которые делают очень много, чтобы этот проект поддерживать. Ну и, конечно, моей семьи, которая не видит меня пять часов утром в субботу во время занятий. Если у кого есть какие-то предложения, я с удовольствием, у нас есть время для дискуссии, я с удовольствием выслушаю их и я надеюсь, что второй год все-таки состоится и мы будем с большим пониманием относиться к этому проекту. Спасибо. Уважаемые коллеги, если у вас есть вопросы к Вадиму, давайте сейчас тогда их и зададим. У кого-то есть вопросы? Да, вот этот микрофон. Спасибо. Приятно было слушать. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, сколько лет надо выпускнику медуниверситета, чтобы он стал специалистом-онкологом? Спасибо. Я только могу сказать, что происходит вокруг меня. Я считаю, шесть лет – это минимум. Шесть лет? Да. Можно я задам вопрос? Да. Вы сказали, что шесть лет надо хирургу, чтобы стать хирургом, который может оперировать. Не секрет, я думаю, что ни для кого, что в России в некоторых центрах за время обучения в ординатуре, которая в России длится два года, ординатор может не провести ни одной операции, быть вторым ассистентом, максимум первым. Как нам, какие пути, может быть, есть, или какой-то опыт зарубежный, как это преодолеть? Потому что получается, что один хирург на отделении проводит все операции, все берет на себя, а специалисты, как таковые, не обучаются. Это еще очень хороший вопрос. У меня абсолютно нет никакого ответа. Более того, именно из-за этого я уехал в США, потому что после двух лет ординатуры я не умел вообще ничего. То есть, это было, ну, может, два аппендицита мне дали сделать, больше ничего. Я могу просто сказать, что происходило в резидентуре. Ты заполняешь таблицу каждый день, сколько операций ты сделал, минимальное количество, и по каждой специальности у тебя свой регламент, там, с отсудистых операций, там, 35, голова, шея, еще сколько, я не помню, я не буду врать, но в среднем резиденты выполняют до тысячи операций за пять лет, но это было до ограничений по времени, там, 80-часовой недели. У меня было 1200 где-то операций за пять лет. И для сравнения, за два года специализации по хирургической онкологии я сделал всего лишь 50 операций. То есть специализация по хирургической онкологии оказалась совсем не о том, что сделать там, большую резекцию печени или там, ПДР или еще что-то. Это, в общем, не очень интересно. Интересно, как раз организовать, научиться организовать работу отделения центра, свою работу в современном онкологическом русле вместе с другими специальностями. Вот что интересно. То есть нам необходимо изменять программу обучения уже на глобальном уровне, то есть чтобы ординатор вел какой-то дневник, который был официальным документом, и дальше уже получал за это соответствующие баллы. Я не знаю, что нам нужно сделать, потому что я действительно не знаю. Дело в том, что если это образовательная программа, то от всей программы требуется, чтобы резиденты получали такую возможность оперировать. то есть это их работа такая. Кстати, под конец резидентуры, поскольку второй год обучают первый, третий год обучают второй, первый и так далее, на самом деле время обучения лежит в основном на резидентах старшего года. То есть непосредственно хирург очень мало имеет контакта, обучающего контакта, с резидентом первого года. То есть по времени это большие раздутые штаты резидентов, это не так уж и плохо для хирурга, я имею в виду. Но зато к концу резидентуры ты знаешь, как обучать. То есть у меня этот навык уже, то есть я могу провести не любого безрукого, но достаточно с базовой подготовкой любого через ПДР без особого труда. Кого-то есть вопросы? Можно по поводу, ну, возник вопрос по поводу учебы в Таджикстане, я заведующий кафедрой онкологии института после дипломной подготовки в Таджикстане. Здорово как. Поэтому задал вопрос, сколько лет надо. С 2000 года действительно мы все время пытались Минздраву доказать, что 2-3 года это мало. И составили программу специализации 3 года. Конечно, 2 года ординатуры, наши ординаторы тоже с отделения в отделение переходят, помогают где-то что-то, но сам самостоятельно не будет научиться оперировать. Потом Минздрав настаивал, что мы сократили эти сроки. Наоборот, вместе с того, что поддержат, мы сократили сейчас до года. Вот сейчас программа новая 1 год. Это хуже, чем 2 года ординатуры получается. Плюс к тому еще мы потом вынуждены были, если, допустим, без диплома онколога человек работал 10 лет онкологом, не имеет диплома, мы вынуждены составить новую программу двухмесячную, чтобы за 2 месяца он получал диплом онколога. Я тоже считаю, что 2-3 года это вообще мало. Минимум любой хирург через 5 лет потом может самостоятельно научиться грыжу или что-то оперировать, тем более в онкологии. Спасибо. Вот там вопрос. Давайте только в микрофон, чтобы у нас запись идет. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Ваши резиденты как-то как страхуют резидентов от врачебной ошибки в период обучения? То есть их ведет какой-то высококвалифицированный куратор? Потому что вот в России я считаю, что это есть проблема в том, что старшие хирурги не доверяют давать оперировать молодым врачам, потому что ответственность в итоге несет тот врач, чей больной. Вот как этот вопрос решается у вас? Спасибо. Именно так же. Так же. Ну, конечно. Ответственность за больного лежит на враче, который чей больной. Конечно. Просто опять же хирурги не просто так доверяют делать операции. Они в курсе, как этому обучать. Потому что их так же обучали. это универсальная система, когда ты учишься учить. Одни делают лучше, другие хуже, но это так. То есть, если это в культуре обучения, то, в общем-то, как оказывается, ничего страшного в этом нет. Более того, статистически количество ошибок и судебных исков в программах, где есть резиденты, ниже чуть-чуть, чем просто в свободном полете. Да. Микрофончик. Спасибо большое за доклад. Вы не могли бы сказать, вот с вашей точки зрения, мы много очень говорим об вопросе обучения, и вроде как уже ответственность персонализирована именно на кураторе, на обучающем. А вот с вашей точки зрения, все-таки процент самостоятельной работы ординатора, в каком проценте он должен присутствовать? Насколько должно стимулироваться? Каким образом это стимулируется, допустим, в вашей системе? Спасибо. Дело в том, что я не знаю, на самом деле, как это стимулируется. Я думаю, прежде всего тяжелым отбором, то есть до резидентуры по хирургии, например, доползают такие люди, которых уже больше ничем от хирургии не отвадишь. И я думаю, что просто путь туда настолько тяжел, что я не думаю, что кого-то еще надо стимулировать, кто дошел. Это моя точка зрения. Я не знаю, как научно ответить на этот вопрос, честно говоря. Вопросы еще есть у кого-то слушателей? Я тогда еще один крайний вопрос задам. Вы говорили о том, что сейчас у нас набрана не онкология, а группа ординаторов, которая проходит по такой новой методике обучения. Однако для того, чтобы у нас научное сообщество, и для того, чтобы подтвердить или опровергнуть, что эта методика лучше или хуже другой, необходима определенная группа сравнения. Мы с Вами где-то год назад обсуждали этот вопрос создания, но это будет не клиническое исследование, но научная работа в виде рандомизированного исследования по сравнению групп обучающих. Планируете ли Вы такое сделать уже сейчас, имея данные первого года обучения в ординатуре Ваших специалистов? Это еще очень хороший вопрос. Как Вы знаете, я ни к чему не пришел исследуя его, потому что у меня нет критериев качества обучения. Самый поверхностный критерий это попробовать сдать экзамены, квалификационные экзамены по онкологии в европейском медицинском обществе, онкологическом обществе. Но это очень поверхностный вариант. Еще долгосрочный вариант, который, например, применяется в сравнении учебных заведений, это кем стали выпускники и какая у них зарплата. То есть это очень долгосрочное, я не знаю когда удастся это сравнить. на самом деле я пока ничего не хочу сравнивать и доказывать кому-либо. Идея такая, что моя личная идея это можно ли трансплантировать систему обучения в США скажем куда-нибудь еще. Вот это моя идея. И в зависимости от разного времени суток и разного настроения у меня разный ответ. То есть совершенно ненаучный и если у кого есть идея я кстати не услышал ни одной идеи и совета что нам делать. Если у кого есть идея и если кто-нибудь знает кто может дать эти идеи то я с удовольствием послушаю. Ну да потому что это общая проблема то что выбор критериев качества потому что вы сейчас затронули тему европейской ассоциации онкологов да ну вот есть допустим ЭСМО у них есть свой квалификационный экзамен который кстати россиянин может любой пройти теоретически да любой желающий может пройти единственная проблема в том что обучение в нашей ординатуре как таковое оно не дает тех знаний которые нужны для прохождения этого теста потому что в основном тест основан на клинических исследованиях на результатах клинических исследованиях которые сейчас проходят или которые проходили доказали свою эффективность и я думаю что если вот мы сейчас спросим у онкологов там ну ординаторов допустим да даже у состоявшихся врачей которые находятся в этом зале о том что какова эффективность ну допустим того же самого сейчас новая активная исследовательница эпилюмумаба или Ниволюмаба, и какое исследование проходило, на основании которого эти данные были получены, что, скорее всего, сейчас в этом экзамене ЭСМА будет. Я не думаю, что здесь хоть 3-4 человека правильно на него ответят. Проблема в том, что у нас на новых исследованиях никто не проходит обучение. Все обучающие материалы это 5-6 лет. Я не знаю. Я думаю, что основная проблема, когда ты открываешь эти тесты, немножко не в этом. Если один вариант это ответить Эпилюмаб помогает при меланоме. О, я слышал, что это лекарство показано в меланоме. Это один вариант. А второй вариант ответа это больные с 3-й теста нерезиктабельной стадии меланомы и 4-й нерезиктабельной стадии меланомы, когда получают Эпилюмаб 3-й 3-й или 4-й 4-й спасибо. В дозировке 3-й 3-й миллиграмм спасибо. 3-й или 10-й миллиграмм на килограмм веса. У них ты ожидаешь progression free survival 30-й 20-й месяцев примерно. Вот это ответ. Вот это ответ. Причем этот ответ, который ты пользуешься при разговоре с коллегами, и ты пользуешься разговором с пациентом. То есть это у тебя настолько автоматом выплевывается, что решить тест это пара пустяков на самом деле. Это к вопросу о том, для чего эпидемиология нужна клиническому хирургу. Ну а как без этого? Вот в этом сложность. Не то, что это новые исследования. Я имею в виду, что наших координаторов этому не учат. То есть есть у нас фундаментальная онкология, которая преподается на кафедрах. И соответственно я говорю, что данные эти примерно 5. У некоторых даже учебников 10 лет. То есть данные не обновляются. есть это самая маленькая проблема. У кого-то еще вопрос? этим молодым человеком. Спасибо за интересный доклад. Ну в качестве совета думаю, что возможно актуально будет в условиях нашей страны и нашего менталитета думаю, что это изменение подходов к оплате труда учителей. То есть если, к примеру, скажем, учитель будет получать заработную плату в десятки раз больше, чем оперирующий хирург, который лично оперирует, то я думаю, это будет отличным стимулом и это наиболее реальный выход из данной ситуации, так как я сомневаюсь, что в онкохирургии самый главный вопрос в теоретической проблеме. Конечно же, он непосредственно в хирургической технике оперирования, которая по определенным причинам нам всем понятна, почему так трудно до этого дойти. Я как молодой онкохирург это прекрасно понимаю. Я сталкивался с этой системой образования не в США, правда, в другом регионе. И там действительно стоит в графике операций фамилия хирурга опытного, однако оперируют все резиденты. И при мне было даже ятрогенное повреждение верхней брожечной вены, при этом учитель останавливает кровотечение и резидент продолжает операцию. У нас в стране как минимум заканчивал бы операцию уже не резидент. И вряд ли бы, точнее вероятнее всего, что этого человека репрессировали как можно дольше, грубо говоря, сделали все, чтобы его не пустить в операционную. Поэтому как один из путей решения, я думаю, только финансовая заинтересованность преподавателя. И изменение менталитета. Спасибо большое за комментарии. Надо больше платить и надо хирургическим колгам больше оперировать. Не согласен по обоим. Во-первых, существует хорошее исследование, которое говорят, что учителя и врачи стимулируются совсем другим способом, чем грузчиков. У грузчиков это работает. Чем больше платишь, тем лучше работаешь. У врачей и преподавателей такой зависимости нет. Это не мои данные, со мной можно не спорить. Я не знаю, как на самом деле стимулировать, но это не совсем работает. Второе. Очень нехорошо так говорить. Подождите 10 лет, вы скажете совсем другое, что главное для хирургического онколога. Честное слово. Я не говорю, что оперировать не надо, но хирургическая онкология это не операция, это не общая хирургия. Это не только мое мнение, но хорошее мнение. Давайте крайний вопрос. Если что, в конце уже до свидания. Мне кажется, Вадим сам ответил на тот вопрос, который был поставлен. Хирургия это определенная профессия, онкология это определенная профессия, куда попадают сильно избранные, кто хотят этим заниматься, вне зависимости от того, как финансировать, сколько им платят. С моей точки зрения, здесь единственный возможный вариант это жесткий отбор тех же самых ординаторов, которые хотят стать онкологами или онкохирургами. Другого варианта у меня просто нет. Если человек действительно желание, он захочет, он будет этим специалистом, потому что 80%, а если 90%, это самообразование, которое должен проводить сам ординатор, читая постоянно литературу. Кстати говоря, отвечая на ваш вопрос, кто знает, а кто не знает, данные ЭСМО в открытом доступе, которые находятся. Спасибо. Благодарим Вадима.